всем друзья вот такой цветочный привет привет посмотрите как они пошли все шире и шире пышнее и пышнее такая красота сказка но зато у меня на террасе друзья показать вам бардак тут и шью бросила потом до кончу черешню надо поесть некогда вот это нужно тут прострочить все у меня тут очередные заморочки я там не знаю показывал по моему да что я ножки покрасила черным цветом вот они высохли теперь думаю надо попробовать я нашла пол такой и столики и полы все делает вот набрала это был еще от кухни и потом бросается вот туда в эту морилку обмакивается вот они такие шарики и потом расправляются и на клей пва пва с водой с водой ну что-то видно наверно нет неправильно вроде я аккуратно размазывала сил а вот у меня немножко есть зазубринки но это пробный вариант это володин рабочий стол так что можно вот он просохнет потом покрою его еще одним слоем а потом буду покупать лак или какой-то специальные по дереву или яхтовые в общем подумаю просто у меня морилка обновите клён а надо было взять еще морилку дуб и тогда бы у меня были разные цвета и было бы гораздо красивее но внешний терпешь вот и вот этот у меня тоже есть лак вот акриловый для дерева может быть этим лаком потом покрою а потом посмотрю что будет вот так очередные заморочки у меня вот хотя друзья еще поделиться с вами что я купила что я делаю я иногда так делаю в германии мне нравилось когда ходили на на блошиный рынок там часто продавали шторы портьерные вот всякие разные и я думаю ой какая красота это можно сделать скатерть и вот у нас здесь есть магазин такой он нормальный там новые вещи продают все но есть одна маленькая корзинка и туда видно приносит или как ли как я не знаю но там конечно бушные вещи и на этом что-то бывает и вот вдруг лежала две такие вот упаковки вот такая пачка огромная она по-моему 250 на полтора метра даже по-моему 270 и стоит она всего у друзья туда же написано вот пожалуйста 300 рублей я посмотрела подумала и на следующий день думаю нет я возьму пойду возьму 1 будет у меня скатерть большая когда стол будет развиваться праздничная надеюсь детки приедут или еще кто-то в гости придет и 2 вот такие получились у меня скатерти посмотрите какая красивая мне так нравится представьте поставить белые тарелки вазу с цветами шикарно шикарно смотрится и что получается вот это вот скатерть вышла 150 рублей да вот я их разрезала 2 по 150 и 1 300 единственное только сверху я вот эти ленты оторвала разрезала и вот прогладила сейчас и немножко вот подшиваю все и все дела и такая красота и такая цена если кому то интересно берите на заметку вот такие вот гардины с них можно сделать хорошие праздничные скатерти все скатерть готова вот даже решила для вас сделать такую сервировку чтобы вы увидели как это красиво смотрится вот моя маленькая вазочка очередной маленький шедевр и цветочки вот уже так хорошо красиво в общем короче одно дело сделала а другое сохнет вот я уже покрыла два раза клеем пва и один раз покрыла клей уже лаком вот но посмотрю конечно да еще раза два три это может и четыре раза покрыть но уже высвечивается можно конечно было придумать как делают вот так вот карандашиком немножко рисуют все здесь и получается такой контур ну вот что-то я не захотела карандашом думаю пусть будет вроде как натур ну посмотрим потом но мне уже нравится красота друзья вы не поверите у нас был дождь наконец-то пошел дождь все мокро не было дождя но два месяца это точно даже наверно больше начался у ночи где-то в три часа но там было одно название они дождь и только часов 5 6 же такой более-менее серьезный прошел дождь вот даже еще тротуарчик немножко мокрый вот потом появилась утром солнце и так было душно влажность 80 процента влажность он еще остались и но уже все равно что вот на том углу вернее на том островочки не могу понять почему там травка перестала расти я ее поливала когда было сухо но все равно не поддается и вот там еще место у нас одно тоже поливала тоже травы нету а так хорошо а да мне кстати подсказала одна подписчица что их надо обрезать и они тогда будут появляться новые и не будет слишком высоко но я считаю что они и так не сильно высоко а как их срезать это же цветы жалко они так красиво цветут непонятно вот эти правда что-то развалились и развалились от дождя зависть будет не будет не видно неужели все в этом году не зацветут бархоточки но ничего я на рыбалке когда была набрала семян на следующий год насыплю еще потом куплю и видно будет что и как так что дождь у нас был даже не верится вся дорожка мокрая там володя порядок наводит пылесосит убирает пауков полно после дождя немножко ночью не оставили не закрыли окна в общем все начались будни а вот это вам друзья потом расскажу я вот это вот для чего эти обои и что мы решили делать с нашей аркой я хотела вам тут друзья кое-что рассказать вот мы нашли обои отрезала вернее отрезала на металла вот натертила чтобы было одинаково симметрично с двух сторон одинаковые полоски по цвету и мы будем делать арку вот потом вам покажу дальше продолжение процесса вот отрезала я полоску целью не знаю как получится у нас с Володей это приклеить надо и держать и чтобы она не падала и не хочется делить на два куска вот так что а кстати я там где-то в зеркале о друзья привет привет вам как всегда то в зеркале то в отражении то в стекле так все вот я тут повесила приклеила пробный вариантий давно уже приклеены не отпадает но когда я буду клеить конечно будем добавлять еще клеить другой вот теперь я расскажу что мы надумали случайно мы заехали в магазин светофор когда ехали с рыбалки и там я увидела вот такие красивые кубики вот под бронзу и такое наверное как по золоту и думаю ой они такие хорошие мягкие я видел вот они мои кучки думаю хорошие получатся поделки ну и мне же как всегда не терпишь пришла раскрыла посмотрела давай крутить вертеть вот и потом что-то так вот они у меня согнулись и я так смотрю и думаю так это же арка надо попробовать и взяла вот так приложила стеночки посмотрите друзья как красиво можно конечно и в дворе да мне кажется это будет уже тяжеловато и дороговато нам надо подешевле вот этот один квадратик стоит 154 рубля ну потом мало того я еще думаю а сверху сделаю просто так буду вырезать кубики и делать вот так вот арка просто кубиками а потом попробовала а он друзья сгинается вот она резинка она сгинается вот смотрите и вот ее можно в такой вот форме приклеить на клей и мне кажется получится и сверху арки посмотрим если не знаешь буду отрезать кубики и просто так делать по одной ну и все мне потом пришел в голову думаю так все надо я же купила мало так волосе все мы в спец поехал старо-корсунскую нара километр шесть и взял еще вот этих блестяшек а потом говорит там еще и серебро я верну возьми серебро пригодится на всякий случай и вот сейчас на поклеим обои когда они высохнут тогда мы будем клеить вот эти вот уголочки конечный результат конечно я вам друзья покажу мы будем надеяться что у нас все пойдет волосе тоже плинтуса убрал чтобы удобнее было клеить так что хухух вперед и с песнями вот развела клей уже хотела чуть-чуть вышло много клей готов четко есть вот этот клей у нас остался когда мы наклеили обои так что сейчас буду мазать стенки потому что здесь обои не клеится только стенка и будем прикладывать надеюсь 4 руки и все у нас получится он уже володя там пришел все друзья пока пока так случайно вот думаю стали клеить они взяла не тряпочки ничего схватила вот эту дощечку и как она нас выручила друзья если чё-то берите на заметку и влево и вправо я прям вот так вот и вот так вот я прям делала посмотрите и вот так вот она принимает любую форму смотрите так показать вам вот видите так классно здорово получилось немножко отошла нам обрезали лесу и все вот так вот классы получились пирог когда это высохнет сегодня потом уже будем клеить ура ура моё клея это развела на целую комнату хватит но ничего страшного это мелочи даже не верится так сколько у нас год прошел дошли наконец-то мы и до арки до . не вот меньше ну да пресли полгода жили там маленки нам доме и потом будем думать а почему мне еще вот эти вот друзья понравились то что они тонкие у нас здесь нет а проблема какая получилась а вот эти практически запасами а так все классно получается все прекрасно проходит вообще у меня была мысль но потолщине не приходит не проходила бы ну хотя может быть я что-то придумал у меня был план если вы смотрите всякие разные поделки переделки это вот эти из мелодки их размягчает воде потом вместе с клиент делают из них такие маленькие аккуратненькие кирпичики и в шахматном порядке нужно было как раз уже было вырезать принимать форму без проблем я конечно это сделала была такая миссия но у меня лотков еще мало а во-вторых вот случайно квартира вы сейчас клей будет копать вот-вот уже прям как на следующее выключение пока тут на шарка сохнет уже вроде бы все так нормальненько все просыхает я тут другие заморочки делаю замучился с этим полом вернее с этим столом но каждый день протираешь грязь пыль крошки вот на этой окантовки я разозлилась уже давно хотела ду я его клею кусочками это пробки и вот по нарезала что были остатки с кусочков так вот сделала тяжеловато не прилегло так как мне хотелось плотненько ну ничего пойдет это временно вот хотя не знаю насколько это будет временно ну как сказать все время на это надолго вот такие вот у меня были липучки вот они двухсторонний тоненький такой я вот по наклеила чтобы в любой момент можно было убрать все это в общем вот такая вот заморочка очередная все уже за окном ночь как воде не пробежал мой какой бардак и класс у меня тут и все на свете все сразу в куче после дождя как травка хорошо пошла полянка то начинает затягиваться а здесь уже косить надо вот уже возрастаются мои цветочки вы сказали их стричь стричь мне жалко и только здесь немножко постригла с левой стороны но вы не представляете какой от них идет аромат и днем и вечером выходишь с террасы сюда запах вот сладким сладким можем это чудо не запах боже какой аромат идет и пчелки тут уже летает понемножку в общем красота я что хотела сказать друзья вот совета но не знаем не знаем уже советуют его посадить здесь одно или две или потому что и вот тоже очень хорошо там где септик а у нас как раз вот если вы видите с этой стороны как раз септик да он хороший по моему двойной вот но как бы там не было его хорошо но любит воды вроде бы спитывает ну вот не знаю мы на распутье сейчас уже еще немножко надо уже будет решить что посадить елки-то растут быстро у нас прагвая не вымахали очень быстро но опять-таки они вымахали а снизу остался один ствол тоже не то не все и тенечка не будет и не хочу я больше уже эти сосны вот хочется что-то другое но может быть вы что-то друзья посоветуйте подскажите нам какой вариант лучше подобрать ой-ой-ой голова кругом идет вот я друзья попробовала приклеить и мне не нравится она так тяжело хватается моментом не знаешь как выровнять и и здесь тоже получилось не сильно прямая линия как-то так некрасиво вот решила попробовать здесь на уголке тоже как-то не особо нравится думаю что же будет вообще когда я всю арку сделаю вот посмотрите тут володя немножко попробовал сверху выровнять и все равно не то наверное у нас будет этому варианту отбой не нравится мне я нашла вот что мы купили надо вот это подумать наверное вот это самый лучший вариант все вот так вот сделаем и все дела ладненько все друзья будем думать всем пока пока